У нас новая коллекция вышла. Я говорю, да какая, вау. Я думаю, что реально чуть-чуть он подстроился под тон кожи. Окислился. Мне непонятно. Просто посмотрите на уровень перекрытия. Здравствуйте, здравствуйте. Все детали моего макияжа будут в описании. Думаю, ребята, что вы видели пролёты. Я в этом прям очень уверена. Сегодня хотелось бы сосредоточиться на новой палеточке от Стеллари. Что у меня здесь такое? Ага. А, ну я также привела к лане некоторые вещи, которые я вам не показывала. Вот, например, тон от LN Pro. Да, по ним быстро очень пройдёмся. И покажу вам, что я уже давно показывала. Ну так, очень быстро. Это хайлайтер от Стеллари. Палеточка такая вот для контура. А ещё я купила себе замечательную цепь от Beauty Bomb. Посмотри, как носить. Ладно, Beauty Bomb можно, я не буду. Silver Hair Chain. Цепочка для волос с заколкой. Окей, где тут заколка? А, вот она где. Когда я обзор на эту коллекцию делала, я не видела цепь для волос. Сейчас придёт мой маленький котейка. Мне не пришло. Интересно, очень здесь, конечно, система, но я это... О, вау. Я это прикреплю, наверное, в конце. Как думаете, мне пойдёт? Ну, е-бой. Думаю, что да. Такой вот новенький аксессуар. Давайте пока наносить тон. Это LN Pro Sleek Fluid Foundation. Я его ни разу не тестировала. 35 мл. Ребята, у него такая пластмассовая коробочка. 35 мл? О, вау. Это много. Продукт разработан международной косметической группой LTD London UK. О чём это значило, я не знаю. Тон у меня 101 фарфор. Мне тестируются на животных. А какие у нас тут заявления? Тон для лица Silk Fluid. А отчего мы тут, как бы, лёгкое и невесомое покрытие? Ну, ладно. Сейчас посмотрим. Так как, ребята, я очень мало сказала, потому что мне серьёзно про этот тон сказать нечего. Я нанесла специально только на пол лица для того, чтобы вы видели разницу. И могу сказать, что я пока что... Ну, не то, что не вижу отличий. Да, он выровнял мне тон кожи. В принципе, то, чем тон и должен заниматься. Там бублик шалит, ребят, сори. Мне, наверное, стоит камеру поднять повыше, потому что я не влезаю. Окей, я почти на полную вас приблизила. Так, ребята, теперь вы ко мне немножко поближе. Ну, как вам сказать, немножко. Ну, нормально вроде, да. Перекрыл. Перекрыл. Текстура вот, она плотная, но я могу вам смело заявить, что, несмотря на это, всё равно у него покрытие такое полупрозрачное. Я нашла только одно заявление производителя, то, что он невесомый и лёгкий. А, ну, как бы невесомый и лёгкий, это синонимы. Ну и да, он такой лёгонький. Но заметьте, текстура плотная. Можно было смело сделать его флюидом, потому что, ну, смысла-то нет в этой плотности. Но сейчас многие-то она делает очень лёгкие, но с тонной пигмента. Или суперплотные, но с минимальным количеством пигмента. Окей, ничего особенного и ничего плохого. Пока что у меня нет никаких промеров. У меня только крем от Клиник увлажняющий. Тестирую его. А то у меня так кожа засохла. Я сегодня с утра проснулась. Такая сухая губка. Тон, кстати, окисляется. Если вам видно, тут у меня более такая тёмная половинка, а здесь светлая. Может, мне кажется, конечно, я не знаю. Я думаю, что реально чуть-чуть он подстроился под тон кожи. Окислился. Ребята, я давно не снимала, поэтому немножко чувствую себя странно. Ну, ничего. Тонну тона я нанесла. А теперь перейдём к консилеру. У меня есть Stellary и у меня есть также LN Pro. Ну, на одну сторону LN Pro, на другую Stellary. Чё бы нет. А это какой оттенок? 102. Как я и обещала, очень быстро по этим вещам пройдёмся, ребята. Чтоб не засиживаться. Что у вас нового? Весь контент, что вы видели, наверное, на прошлой неделе, он отснят очень давно или в начале января, что-то и в декабре было отснято, а что-то и в ноябре. Да, я люблю снимать заранее, оставлять такие видосы, чтобы, когда у меня не было настроения, потом выкладывать такое давно отснятое. То, что не очень-то и актуально, не очень срочно, и можно выложить в любой момент. Только вот потом очень сильно заметно, где, например, загореленькое, другой цвет волос ещё может быть. Ладно, а консилер от Stellary очень светлый и суперплотный. Да, здесь прям лёгкое очень покрытие, здесь такая плотная штукатурка. Ладно, ребята, как я и обещала, долго на этом сидеть не будем, я сейчас сконтурируюсь вот этой штукой. Для бровей у меня карандаш Stellan Pro. Вернусь к вам с хайлайтером и с палеткой. Готово, ребята, я не знаю, как сделать брови ровными, я ещё вот маркером от Stellary прошлась у меня в оттенке 02. И что я могу сказать? Я решила, что вам покажу всё-таки, как работает палетка для контура. Я вам её давно не показывала. Пудра, кстати, ребята, достаточно плотная, и она слабо спрессована, такая воздушная пудра. Оттенок 01, светло-бежевый. Просто посмотрите на уровень перекрытия. Я её не тестировала в виде тона в формате пудры, но закрепляет она знатно. Однако, консилер Stellary, он сам фиксирующийся, но я всё равно прошлась так сверху пудрой. На всякий случай. Гель для бровей, я всё ещё понять не могу. Вот эту вещь от L'Oreal, абсолютно. Я не поня... Я не... Нет, нет. Unbeliever Brow Longwear Top Coat. Мне непонятно. Всё-таки, к концу видоса, ага, склеила. Интересно. Интересно, но пахнет оно крем ПВА. Он бах, ну я монстр всё-таки. Впервые за долгое время, кстати, у меня чистая кожа. Поздравим меня. Так, ребята, палетка. Значит, вот эта вещь, палеточка, у меня тон 0,2. Я не знаю, как выглядит тон 0,1, потому что эту мне отправили. Stellary я благодарю. А ещё, кстати, по коллекции Diamonds... Так, возьму вот эту штучку. Боровому футболу подкатываю. Есть ещё однушка, тоже у них скульптор очень похожа на это. Значит, по коллекции Diamonds, представляете, я отсняла видос. Вроде бы даже уже выложила его вам. Это было в декабре. И мне Stellary написали, типа, Марина Сергеевна, у нас новая коллекция вышла? Я говорю, да, какая, вау. Они мне пишут, Diamonds, идите, мы вам её отправим. Я говорю, ага. Я уже сняла обзор. Я говорю, не, спасибо, не надо. Я уже всё купила, всё у меня это есть. Хотя я бы хотела получить мерч. Вот там была повязка, вроде я смотрела у других ребят обзоры. Естественно, уже после своего. Я вообще вроде раньше всех выложила. Или нет, я не помню. Вот, но обзоры начинают выходить только сейчас. Вот в январе, феврале. Я думаю, ну ладно, ну сори, ладно. И как бы, ну окей. Мне приятно, что Stellary обо мне вообще помнят. Это мило. Я планирую, кстати, видос снять о своей работе. Потому что это достаточно частый вопрос в последнее время. Типа, кем ты работаешь? Угадайте. Но у моей работы есть особенности. Нет, я не випкамщица. Но особенности какие у бьюти-блогеров? Ну и есть, короче. Поэтому я думаю вам рассказать все. Потому что если я буду в рандомных видео так инфу вставлять, типа вот от этих компаний я получаю пиар. То будет сложно смотреть много видосов. И собрать всю информацию хотелось бы в одном месте. У Тона, кстати, аромат интересный. Это Тон так пахнет? Нет. Тон вроде ничем не пахнет. Бронзер, бронзер. Я что палетку Тон брала? Кстати, в палетке сколько граммов? Я не вижу 11 и 4 грамма. Отлично. Они тестируются на животных. Срок годности 18 месяцев. Но это сухой продукт. Вы можете, в принципе, его 5 лет хранить. Если он текстуру не поменяет, не завоняет. Не, у меня еще пахнет такой отдушкой. Типичной отдушкой Стеллари. Хранить можете сколько угодно, пока не испортилась вещь. Скажу вам, ребята, такую странную штуку. Я полюбила румяшки. Только давайте это будет наш секрет. Я не скажу, что я прям полюбила. Но у меня какие-то румяна появились. Hourglass. О май гад. Я вам отвечаю. Я вот, да. Hourglass я люблю. А так я пользовалась всегда Benefit, который Dallas. Да, сияющая такая румяшка. Хорошая. Хорошая. Окей, я отконтурировалась. Но что-то мне тут непонятно с носом. Давайте не обращать на это внимание. Конечно, сложно. Но время хайлайтера. Помню, как меня наругали. Я уже об этом говорила. Просто мне так не понравилось, что типа, о, там что хвалите. Другие блогеры ругают. Хотя мало у кого в то время вышел обзор на эту коллекцию. Я не припомню, чтобы кто-то ругал особо. Хайлайтер, например, вот этот. Он мне понравился. Как видите, до сих пор у меня находится. Палетку я убрала подальше. Ну, потому что пользоваться не буду. Но оставила так. Так, на всякий случай, чтобы сравнивать. Я посветлела, да? И хайлайтер стал для меня темноват. Или я много набрала. Так, наберу поменьше. На удивление, кисть воздушная. А хайлайтера набралось на троих. Здесь поменьше наберу. Это, что софтбоксы-то опять мигают? О май гад. Хватит. Так, я опять вся сияю, вся в блестках. Тут блестки. Ну, и хер с ним. Такой хайлайтер. Тут поменьше. Тут побольше. Видите, ребята, то, что здесь полоса. Не только из-за того, что оттенок такой. Немного не для белоснежек. Но из-за того, что... Здрасте. Я тут всех отразила. Хайлайтер текстуру не подчеркнул. Но из-за того, что он с крупными блестками, то есть ощущение, что текстура-то подчеркнута. Но на самом деле нет. Это все блестки виноваты. Поэтому я пройдусь спонжем. Немного так вот его подразмажу. Зря я это, конечно, сделала. Потому что блестки разлетелись еще дальше. Шэш. Вот единственный минус этого хайлайтера. Это эти ссаные блестки. Красота. Да, я вообще едва прикоснулась. Так, носик немножко. Вот если наносить пальцем, смотрите, то будет такой эффект влажного носика. Прям как у котика. Да, такой носик. Ой, ой, противно. Какая красота. Ну, я опять перебрала. Ну, и хер с ним. Я люблю сиять. Я люблю блестеть. Да, нос как будто не сияет благородно, а как будто бы я вспрела немножко. Эх, любительница хайлайтеров. О, норм. Так, по поводу палетки. Ребят, палетка нормальная, рабочая. Да, можно открыться, пожалуйста. Пластик, правда, здесь не очень приятный. И я вам всегда говорю, что вы покупаете люкс еще из-за ощущения. За то, что вы берете красиво, так приятно. Но если вам это не важно, если вам важен только функционал, только то, что палетка у нас работает, то эта палетка, так здесь, да, сделаю, чтобы вам было виднее. То палетка работает. Как бы у меня к ней нет пределов. Пудра очень плотная, и она очень сильно высветляет. Если вы белоснежки, опять же, вот консилер, кстати, тоже вам подойдет. Он очень-очень белый. Он прям, ну, не как бумага, но он приближенный к бумаге. Я придумала новое название следующему оттенку Тами Танока, приближенная к бумаге. Ладно, я не троллю, просто у них названия такие интересные. И чтобы их понимать, надо погружаться в эту вселенную. У меня как бы времени нет. Я купила очень много чего от Тами Танока, но, ребят, когда будет обзор, не знаю, я ненавижу однушки. Я что-то ненавижу, но я не люблю их, меня они бесят. Поэтому, да, сделаю обзор, конечно. Попробую, как минимум, палетка. Я долго выбирала палетку. Вышло 4, вроде бы. Сзади здесь такая инструкция замечательная. И я купила Poison Nudes. Мне понравилось, во-первых, оформление, во-вторых, ребята. Я не знаю, найду ли я фото этих палеток онлайн. Can't do tonight, I'm going online, I'm sorry. Нам тут дают такую вот вещицу, но я надеюсь, что найду фотки на монтаже и, ну, картинки там, не знаю. И покажу их вам. Палетки были, ребят, честно, остальные скучные, ужасные. Пластик еще, наверное, хуже, чем здесь, хотя примерно такой же. Ну, в общем, такие здесь рефильчики. Кисти мои, конечно, сюда вряд ли поместятся. То есть, только маленькие кистулины. Что-то мне это напоминает. Ну, короче, мне эта палетка показалась интереснее всех, ребята, остальных. Потому что остальное, это было настолько грустно. Даже цветная палетка Stellar, ну, сори, ну, сори, реально, какие-то палетки. Я понимаю, кстати, что перед тем, как, ну, ладно, вот это мы с вами избавимся от него, наверное. Что перед тем, как выпустить коллекцию, есть специальный, наверное, человек, который исследует рынок, исследует потребности клиентов, будущих покупателей. У нас с вами, ребята, и вот Stellar, ну, и другие бренды масс-маркета думают, что мы с вами нуждаемся в этом. Извините, но я, например, не нуждаюсь. Может быть, кто-то нуждается. Окей, флаг вам в руки. Барабан на шею, палочки в жопу. Короче, остальные палетки были, мне хотелось плакать. Вот, и поэтому я взяла именно эту. Самую для меня лично интересную. Праймер Nars по классике, он почти закончился. Ребят, скоро я избавлю вас от созерцания этого праймера. Ну, поедем, да, мы поедем, мы помчимся. Праймер хорош, но, как бы, я бы хотела cruelty-free праймер. Праймер. На самом деле, да, поэтому я буду думать. У меня есть от Revolution, тоже хороший праймер, но мне вот Nars нравится. Да, спустя на всю банку я могу сказать, что я бы его купила второй раз. Он бесконечный, мне кажется. Так, идем, куда вот мы идем? Ребят, давайте протестируем сразу же черный. Вот мне охота... Ага. Черный, ладно, коричневый. Хорошо, беру коричневый. Опять же, на какую кисть мне брать эту вещь? На самую, наверное, маленькую. Это кисти, это первый, почти самый первый мой набор. В осознанном уже таком возрасте, когда я знала, чего я хочу. Я купила на Таобао, самый дешевый. И оттуда у меня только вот эти две кисти остались. Да, у меня было целых два набора, настолько мне эти кисти понравились. Ну, коричневый, обычный, как, что? По идее, он в палеточке-то темный, но буду наслаивать. А, окей, со второго слоя неплохо. Я не буду плотной кистью наслаивать, а потом тушевать. Я так работать не умею и не собираюсь учиться, честно. Потому что большинство палеток работают вот так. И здесь я не скажу, что что-то не работает. Работает. Самое, что интересно, ребята, часто вижу предъяву на рекоменде, что вот тенюха не тушуется в ноль. Здесь вроде все можно стушевать. Можно не шуметь? Блядь, я тебя переустановила. Чего ты шумишь? Здесь можно стушевать все в ноль. А светлого оттенка тушевочного нет, но есть какой-то такой около бежевый. На эту же кисть возьму вот так пройдусь тут вот. Оп, все, готово. Один взмах кисти. Складочку кое-как затемнили. Теперь попробую. Черный я возьму на другую кисть. Мне тут жалко. Я люблю эти кисти. Эти две кисти оставшиеся. Черный возьму на вот эту. Да, бьюти-бей такая плоская. Чего я вам, ребят, кстати, за кисть это говорю? Смысл в этом? Я набрала много. Поедем. Затемню только здесь. Заодно посмотрю на слаиваемость. Каждый раз это слово произносит для меня мучение. Ибо дислексия. Ну или, скорее всего, тупость. И на нижнее сразу же века нанесу. О, неплохо. Я готовлю уже несколько месяцев видео про рефлейм. Оно я долго ждала, пока от меня отстанут немножко консультанты. Что вы хотите? Не отстали. Мне пришлось заблокировать. Да, мне на WhatsApp написали. Я не люблю вот то, что надо номер там свой указывать. И потом ваш номер идет к консультанту. Я ему написала. Сразу же говорю, здрасте, мой хороший. Я вам эту историю еще буду рассказывать. Ведуся. Про рефлейм. Я ему написала, здрасте. Я ничего заказывать не буду. Я просто познакомиться хотела с продукцией. И пошли голосовые сообщения на 5 минут. Вы же пользуетесь гелями для душа. Так заказывайте себе, друзья, мамам, бабушкам на 8 марта, день рождения, праздник, Новый год. Любое все вам пойдет. И думаю, блядь, неясно. Спасибо, мой хороший. Мне не надо. Ну, я заблочила потом. Потому что мне надоели стикеры эти в WhatsApp. Знаете? Я ничего против не имею этого человека. Это его работа. Это, блин, ну, понять можно. Но принять непросто. Знаете? Вот это так, что нет. Я заблочила и ушла во свояси. А что-то я делаю. Я что? Повторяю макияжик за... О, почти. Почти повторяю то, что тут сзади нарисовано. Секси Чоклэнт. Одиннадцатый оттенок. Он почему-то выглядит здесь как будто бы красным. Но что в палетке-то он не красный? Экскюз ми. Экскюзи муа. Пардоне муа. Бич. Какую-то я сделала очень интересную вечеринку. Однако, я вот на эту кисть, я ее в губочке почистила. Я на нее вернусь все-таки в коричневой. Можно не шуметь, я прошу. И поднаслою. Нет, красного я не вижу. Но наслоила я знатно. Прям затемнило на всех, на троих. А что? А, осыпание я уже сдула. Я заказала маленькую кисть. Одну с Алиэкспресс для нижнего века. Вот такую. Я ссылку, скорее всего, оставлю. Ребята, это прекрасная волшебная кисть, но она дорогая. Она стоила почти как набор синих кистей. Ссылка на которые тоже в описании, скорее всего, будет. И, ну да, дороговато. Так, по поводу синих кистей, кстати, возьму вот такую маленькую штучку. На низ мне хочется показать вам дуахром. Прям вот не имется мне с этими дуахромами. Попробую. Без клея, без всего. Просто такой акцент будет. Здесь навозный жук. Очень красивый оттенок, но, ребят, типичный. Наконец-то и масс-маркет добрался до всяких дуахромов масляных. Ну да, это навозный жук на коричневой подложке. Даже не на красной, но симпатичным. А потом я возьму фиолетовый. Ну, нанесу сюда. А что бы нет. Просто, знаете, что было. Что бы было. Вы его почти не увидите. Да и я его почти не увижу. Но я где-то в глубине души буду знать, что здесь у меня фиолетовый оттенок внизу. А где фокус? Мы в фокусе? Так. Окей. Фиолетовый оттенок внизу. Макбук орет дальше, чем видит. А я продолжаю мучить по редку. Хотя, почему мучить? Я справилась за 9 минут вот с этим макияжиком. Я бы хотела взять клей, но давайте-ка без клея. Что взять? Что взять? Хочу зеленый. Прям зеленушка меня таки манит. Он очень красивый. Немножко такой как будто хайлайтер. Кстати, вот это такая же формула, глиняная. Возьму на эту палочку, выручалочку. И в центр нанесу пока что. Погляжу. Ой, сыпемся, девочки. Погляжу, короче, что он мне даст. Отдал он мне осыпание. И в целом, почему он вот как хайлайтер спрессован, реально? У него черная подложка и блесток, ребят, почти. А что я сделала? А где блестки? Стеллари, ну, I'm sorry. Я хочу блестки. Я сюда пришла за красивой зеленой сияшкой. Теперь я возьму, ай, серебро. А чего уж, что делать? Серебро, которое оттенок 4. То есть, такое яркое. Здесь целых 3 серебра. Не наносится. На этом глазу я на клюю, конечно же, сделаю. Даже вот этим спонжиком некоторые формулы, как видите, не наносятся. Хоть это и считается лайфхак. Возьми спонжи, нанеси. Какие-то тут ворсинки, спасибо. Нанеси эту вот штучку. Я вам, ребят, потом, кстати, цену скажу. Палетка была, ну, такая. Не дешевая. Не, Кат Крис. Вы че? Какой? Где тут Кат Крис? Извините. Сияшки. Пиздец. Пиздец. А как будет мир? Пиздец. А как смерть? Так, я не буду брать черный. Я возьму коричневый, ребята. И здесь пройдусь коричневым. О, ну, создаются проплешины, поэтому я беру черный. Я затемнила. У нас получились такие смоки. Я львица-тигрица. А вот мне нравится. Угу. На удивление. Ребят, чтобы не затягивать этот видос еще на 10 часов, я здесь сделаю что-то, естественно, на праймере с клеем. Что-то красивенькое. Я подумаю и вернусь к вам уже. С сводчами и с мыслями под этой палеткой. Потому что она какая-то странная. И формула на Стеллари не похожа. Потому что я тестировала вот эту Diamonds палетку. Там больше похоже на Beauty Bomb. Хотя, ну, я не скажу, что это один и тот же бренд. Я не скажу, что это один и тот же бренд. Но вы все прекрасно все знаете у меня. Поэтому, да, пойду что-нибудь сделаю. И вернусь к вам, ребята. Готово. Ребята, я очень хочу поскорее уже померить вот этот вот замечательный аксессуар. Я бы на месте Beauty Bomb, на самом деле, прикрепила бы вторую часть этой цепи. Как бы вот сюда, да? Для того, чтобы нормально смотрелось. А то, ну ладно, попробуем куда-то цеплять. Ну, давайте так вот рандомно. Оп. Благо у меня черные волосы и не видно вот эту застежку. Но если у вас светлые, то будет видно по-любому. Несмотря даже на то, что я, кстати, закрепила ее под низ. Но это достаточно тяжело носить. Ну, для фото, знаете, можно так взять. Типа, о, фоточка. А на ней красоточка. Я такие аксессуары не очень люблю. Ну ладно, прикольно. Оно длиннее, естественно, чем надо. Но можно как-то, наверное, вот так сделать. Типа, о, я бой. У меня есть цепь, а у тебя нет. Понятно? О, бля. Так, ну короче, несмотря на то, что это тяжело, я с ней просижу. Надеюсь. А мне уже бесит. Вот ее и не видно. Замечательно. Хрень какая-то, честно, за 299 рублей. Значит, палетка стоила, я думала, 1200. Но нет, ребят, палетка стоила 999 рублей. Я не помню, сколько стоила палетка из коллекции Diamonds. Но нам еще надо губежки сделать. Я нашла вот такую старую пиар-рассылочку. Мне отправляли карандаши для губ. Попробуем карандашик хотя бы один. Так, я опять вокруг медузки не нанесла тон. Ну и как бы, ну и ладно. Но карандаш испортить сложно. Единственное, что он для меня очень оранжевый. А так наносится хорошо. Что, нормальный карандаш. Плотный. Затащивать не надо. Не знаю, что я сделала. Ну, такой цвет, да, странненький немножко. Бублику суету навести охота. Поэтому он бегает. А я пока выберу блеск. О, у меня же блеск от Stellar есть. Тоже была пиар-рассылочка. Оттенок 19. Он, конечно, к этому карандашу не подойдет, но ничего страшного. Блеск плотный. Я вам их тоже показывала давненько. Еще раз напомню вам, ребят, блеск в оттенке 19. Такой вот симпатичный, плотненький. Окей. Блин, я не могу. Я сниму эту цепь. Где она вообще? Мне очень тяжело с ней сидеть. Зачем купила? Ну ладно, будем обсуждать палетку. Вот что я сделала. Я так и не адресовала то, что я тут сделала. Потому что как-то... Вот я взглянула на палетку. Мне стало так скучно, ребята. Лайнер у меня сегодня вот этот от Ева Мозаик. Это рассылка. Хороший обычный лайнер. Тут фетр, а не кисть. Так вот, мне стало скучно. Я не помню, что я говорила. Скучно с палеткой. Я решила сделать то, что я сделала. Консилер от Stellar. Кстати, у меня, походу, уже старенький. Я здесь снизу наносила вот эту пудру. И он у меня начал скатываться как-то очень странно. Поэтому да. Вот. Но этот глаз такой симпатичный. Но я не вижу зеленого. Где зеленый? I'm sorry. А здесь небольшой нюдик у меня такой. Ну, неплохо. Каял у меня тут от Flormar. Видео было. Но что-то его плохо просмотрели, ребята. А здесь типа Джеффри Старый зеленый. Но особо его не видно. Гель брови. Он их, ребята, не держит. Он их склеил и поставил. Но я больше люблю, когда брови такие более плотные. А здесь я не скажу, что супер плотно. Но в целом неплохо. Но я бы не покупала себе этот гель больше. У меня, напоминаю, L'Oreal. Пойдем по палетке. Что могу сказать? Когда вы покупаете, вы внутри ее, естественно, не видите. Вы видите вот это. Мне это показалось очень интересным. Внутри зеркала нет. В палетке зеркала нет. Вот так все это дело выглядит. Ну и хорошо. А то стоило бы, наверное, дороже. В палетке 12 оттенков. Из них 4 матовых. Остальные 8, получается, на металлике. Если я правильно посчитала, ребят, я очень плохо считаю. Могу ошибиться. 12. Все верно. Сначала сделаю сводчи матовых. Мне понравился, кстати, черный. И матовые здесь, ребята, достраиваемые. То есть они вам сразу пигментацию не дают. Они вам сначала дают такой wash of color. Но во второй слой они наносятся достаточно ярко и хорошо. Вот это я не поняла, что за оттенок. Я его даже не тестировала. Здесь у меня серый в два слоя. Естественно, на праймере. Без каких-либо там подложек. Просто потому, что на подложках я работать не умею. Поэтому вот такая вот вечеринка. Ну, матовые здесь обычные. Но меня смущает оформление. Poison Nudes. Poison это как яд. Ядовитые светлые оттенки. Я бы назвала эту палетку больше холодной. Я бы ее назвала cool nudes. Или что-то такое. Но ладно, poison так poison. Я ожидала что-то красного. Потому что палетка красная. Такая змейка, змеюка. А чего по факту у нас? Ничего. Сейчас, ребята, сделаю такие формулы, которые более... Ну, на хайлайтер похожи. Такие немножечко с крошечками внутри. Как будто глиняные. Это зеленый, которого у меня не видно. Как масло нанесся. Вот бы на глаз так наносился. И фиолетовый. С мелкими золотыми блестками. Которые у меня тут внизу. Ребят, мне очень неловко, что я вам не показала эти вещи на клею. Но как бы... Ну, да. Что есть, то есть. Может, в другой раз вам покажу. Это фиолетовый. На пальце... А, я уже смыла. Красиво смотрелся. А где свотч красивый? Свотча красивого у меня нет. Странненько. Советовала бы я его наносить, конечно, на клей. Теперь сделаю то, что мне кажется сатинами. И специально, ребята, отдельно сделаю вот этот сатин серый. Я хочу все три рядом засвотчить, чтобы мы с вами увидели разницу. Я свотчу не по порядку. Первый сатин... Это что такое за красота у меня? Это такой персиковый второй оттенок, потом идет... Да что? Я таких сатинов не видела. Они, ребят, в палетке кажутся других оттенков. И вот серый сатин, который у меня... Нет, здесь у меня белый цвет. Буба, мама снимает. Так вот, вот этот сатин в палетке не выглядит таким светлым коричневым. Ребят, в палетке он выглядит фиолетовым. Или, может, мне кажется, вот он. Почему он такой в палетке? Ну, на свотче он немножко... Ну, как вам сказать немножко? Он вообще другой. Может, если его наслоить? Ну, ладно, теперь я сделаю серый и белый. Белый у меня тут. Честно, его было крайне сложно набрать на кисть. Ай, бублик. Я, конечно, вот такой кистью его набирала. Извините, ребят, тут бублик на фоне шумит. Так вот, я даже на клей его наносила. Вообще не наносился. Абсолютно. Вот он такой. Потом идет серый, который более металлизированный. И что могу сказать? Белый, серый сатин и серый такой... Ну, как металлик, что ли. Вот это более сатинистый, этот более металлический. А это белый. Но белый все равно похож на серый. На глазу, во всяком случае. Он у меня нанесен на клей, но он уже немного скатался. И так как я не могла его, ребята, нанести кистью, я сверху прошлась пальцем. Ну и что? У нас остался один дуохром. Посмотрите, как красиво. Почему на глазу не так? У меня он, кстати, здесь в уголочке. Да. Только пальцем наносили вот этим спонжиком. Дуохром. Дуохром красивый. Я набрала не то, что много, я несколько раз прошлась по рефилу. И вот какой шикарный здесь дуохром. Ну, как шикарный. На пальце опять-таки шикарный. Но на свотче нет. Где эта красота? Где это невероятное красивое сияние и навозная муха? Где оно? Если я возьму вот эту вот дичь, которую нам неспроста дают в подарок, нанесу на нее. Реально, ребят, тени очень плотно спрессованы и практически не наносятся. Сделаю здесь вот свотч. Молодец, сделала свотч. Ну что это как бы, да? Ой, отвалился спонжик. Ну ладно, это судьба. Спонжик я выкинула. И еще раз покажу вам пальцем. Но как это? Почему? Почему переносится сюда не так, как вот тут выглядит? Я такое впервые вижу. Ребят, еще раз покажу вам свотчи. И будем потом палетку обсуждать. В целом неплохо, да? Но не то, что я вижу в этих рефилах. Я бы хотела наслоить серый, потому что его почти не видно. Вот он такой. Все 12 тетиночков. Я бы все равно советовала металлики наносить на клей. Мыли пальцем, но, ребят, у меня даже свотч пальцем не перенесся. Здесь что-то очень странное. Поэтому, да, ну вот такая вот вечерина. Что же такое интересное купила? Я купила очень интересную идею и задумку, но реализация, я скажу, своеобразная. Я, кстати, не видела, сколько граммов в палетке. 13-44 грамма. У нас 12 оттенков, ребята. Получается в каждом рефиле 1 грамм. Хорошо. Не 0,5, на том спасибо. Ой, смываю я эти горе-свотчи. Я зеленый до сих пор, ребят, не наблюдаю. Ну как, я его вижу. Ну вот где свотч я уже смывать начала? Даже на свотче этот зеленый не такой красивый, как в палетке. Ну, какой на пальце красивый. А почему на глазу-то не так? Это металлик, но он без блесток. В отличие от того же серого металлика, да, этот просто такой, как бы в нем блестки-то есть, но они почему-то под слоем цвета. Я не понимаю. Ага, да, Бублик? Бублик согласен. В общем, ребята, идея хорошая у Стеллари была. Задумка интересная. Ну, серьезно, спасибо, что положили спонжик вот этот, потому что аппликатор, да. Многие жалуются, что нет аппликатора в тенях. Чем мне наносить? Вот, ну, спасибо, конечно, за это. Однако, даже вот цветовая гамма красивая. Да, палетка хорошо сработала. Но меня смущают, ребята, металлики. То, что у меня доохром уже окаменел. Хотя я впервые вообще тестирую свою палетку сейчас. Доохромчик окаменел. Вот этот белый тоже не наносился. Тоже каменный стал. Хотя я кистью туда залезала. Я не знаю, в чем здесь проблема. И в целом, если вы хотели эту палетку, да, давайте так вот судить. Мне не нравится только из-за... Блин, я не вижу это у себя на глазах, но макияжи у меня получились очень хорошие. Однако, я бы вам эту палетку, скорее всего, бы не советовала. Но если вы у меня будете спрашивать, Мариха, пожалуйста, посоветуй нам какую-нибудь холодную палетку из масс-маркета, то вот, пожалуйста. Но здесь коричневый, не холодный. И в целом она такая достойная. Но то, что металлики не переносятся, я бы, ребят, ей дала 5. Да, по качеству 5 из 10. Хотя тушевалось все хорошо. Но вот за металлики огромный минус. За сетиной и за недодуохром. Но с Теллари в этот раз постарались. Палеточка рабочая. Если это в постоянную коррекцию вышло, да, за место старых, которые давно были тоже длинные, похожие, кстати, на это. Если они это перевыпустили, то они молодцы, да, старые убрали. Если же это какая-то лимитка, то... Не, ну, вряд ли, во-первых, это лимитка. Я бы вам ее не советовала. Вы с металликами намучаетесь. Но если вы хотели и наносите их спонжиком вот этим, да, или пальцем, то вам понравится. Но в целом тушевались матовые хорошо, наслаивались хорошо. Цвет выдался мне со второго наслоения. Мне не пришлось 10 тысяч раз полной кистью себе на глаз все это дело наносить. У меня все получилось очень даже легко и effortless. То есть этот макияж 9 минут. Вот этот вообще 5 занял, наверное, не учитывая стрелы. Так что палеточка 5 из 10. Хорошая такая палетка масс-маркета. Незначима она мне не нравится. Наверное, с ложностью металликов. То, что, казалось бы, металлика на глазу не металлик. Но матовые хорошие, но их 4 всего лишь. Ладно, я уже иду по второму кругу, ребят, думать вам. Тушь у меня сегодня вот эта. Я обнаружила тоже ее у себя в залежах. Очень хорошая тушь в плане того, что она похожа на ту, что мне понравилась до этого. Как ты туда залез? Ребят, я сбиваюсь. Не то, чтобы она мне супер понравилась, но она похожа на черную тушь квадратную. Ну, в квадратной такой упаковке тоже от Stellar. Это называется Super Volume Mascara. Ну, у Super Volume немножко есть разделение у ресниц нет. У меня ресницы очень короткие. Но она мне действительно ресни удлинила. Окей, тушь адекватная. Однако, что такая белая и где мой контур? Контур от Stellar стойкий. Я, видимо, мало нанесла. Короче, тушь норм. Проблем с тушами от Stellar, ребят, у меня ни разу не было. Помните, у Stellar выходило 4 лимитированные туши? И там одна из них была со змей к змеюкой. Так вот, я ее до конца допользовала. Настолько она мне понравилась. Ребята, консилер хороший. В нем 5 мл. Ну, маловато. Однако, он очень плотный. То есть, вам надо нанести точечку, точечку, и вы все уже себе перекроете. Он плотный, и в нем много пигмента. Потому что он перекрывает вообще идеально. Конечно, если вы переборщите, он будет у вас разваливаться. Но у меня пока морщина не закатался. Ровно, в принципе, как и LN Pro. Только здесь покрытие такое полупрозрачное у консилера от LN Pro. Тон, кстати, сидит неплохо. Я не скажу, что что-то поменялось. Сидит хорошо. А по поводу пудры. Она, кстати, очень плохо нанеслась мне на лоб. Но, как всегда, почему-то на именно это место у меня все плохо наносится. Тон, кстати, завалился совсем немножко в эти две мои морщины. Тут у меня новая появляется. Все-таки старею, ребята. Что делать? Все мы люди. Тон сидит, блядь, прям очень хорошо. Я не хочу его хвалить почему-то. Но сидит он достойно. Да. Пудра от Stellarie очень похожа на пудру со звездочкой, которая у них раньше была. Но пудра со звездочкой навсегда в душе. Я ее до конца добила. Эту пока пытаюсь. Но она тоже плотная. Ее лучше наносить нежными кистями. Не той, которую я сегодня схватила, кстати, да, от Sephora. Потому что она больше для рассыпчатых подходит. Лучше взять какую-нибудь плоскую кисть для пудры легкую. Не заеву. Потому что заева такая грубая. Что еще сегодня тестировала? Ну, цепь это вообще, честно, ни о чем. Только для фото можно взять. А ходить в ней будет крайне тяжело. Потому что еще здесь так вот... Ну, как ее крепить? То есть, я, наверное, неправильно прикрепила. Как эти... А, у меня чайка. Как накладные пряди, да. Ее, наверное, надо вот так крепить. Ну, нет, не мое немножко. Хайлайтер все еще, да, норм. Но будьте осторожны, когда ее наносите, потому что блестяшки могут полететь. Он отражает всех на свете, держится долго. Ну, еще бы. Потому что он такой полу... Не то, что полукремовый, но какая-то у него текстура интересная. Так что держаться он будет долго. Палетка для контуринга у Stellar тоже достойная. Если никс не поддерживаете, то это отличная замена. Тем более, что она дешевле. Немного бюджетнее. Бахнем монстра. О, это нет. Это ж непонятно, это лореаль. В целом у Stellar неплохая косметика. Особенно вот пудры всякие. Кстати, карандашик тоже нормальный, блеск. Ну, обычно я просто не люблю блески, поэтому... Я их крайне редко люблю. Раз в год, примерно в течение недели. Я бы вам сказала, что тест хороший, да, тест хороший. Палетка средняя. Давай подниму тебя на окошечко, моя кошечка. Ой, трэш. Да, блядь, ебучее солнце. Солнце, честно, достало. Значит, ребята, что я хотела сказать. Stellar в целом неплохая косметика. Хороший такой масс-маркет. То есть, не прекрасно что-то, но и не дерьмо. Неплохо. Я очень люблю карандаш от Stellar, который надо точить. Не знаю, сняли они его или нет с производства. Гель для бровей Stellar, имеется консилер вот этот. Но только не переборщите с ним, пожалуйста. А то, ну, реально, весь растрескается, весь везде вам скатается и закатится. Праймер был белый. Не помню, давно был, поэтому ничего сказать не могу. Пудра, палеточка вот эта для контура. Ну, хорошо, да, неплохо. В целом я довольна тем, что я сегодня протестировала. Смотрю так на себя. Прикольно, да? Тут такой легкий нют, а тут повседневный нют. Ладно, ребята, как вам мой видос? Что у вас есть? Может, вы уже успели купить вот эту новиночку? Но, надеюсь, нет. К сожалению, да, странная палетка. Были бы металлики хорошие, цены бы ей не было. Ребята, я пойду. Ребята, я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Не надоело мое лицо, а понравилась моя речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться, поставить свой лайк и оставить свой очень-очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой инстаграм, куда я выкладываю свое прекрасное, замечательное, красивое лицо. Всех люблю. Здравствуйте. Я посерединке или нет? Мне кажется, что так посерединке, но так, блядь, я посерединке к объективу, но не в камере. Вот так, но объектив, блядь, не по центру. О май гад! Не снимай, значит, 10 дней, это огромный перерыв. Здравствуйте. Все детали, да, похуй, блядь. Никто детали макияжа не указывает. Чтобы вы видели, ну, как бы... Ребят, давно не с ним... Заебись. Ребят, давно не... Публик, ребята давно издеваются. Зарабатывают нам на корм, а тут опять солнце, вот. Вот все, весна пришла, солнце начнет меня доставать. Ну-ка нахер вообще. Ну не плачь, ну дай поснимать-то. Я не снимала, блядь, две недели. Субтитры сделал DimaTorzok.